Друзья и товарищи, не пугайтесь. Кажется, что у Бандикама наступили какие-то критические дни. В общем, бывают у него моменты, когда он выходит из-под контроля и начинает вести себя как... Давайте я не буду говорить, это не хорошее слово. В общем, когда я записывала последнюю серию, я, как вы видите, прошла успешно. И уровень Груви, и уровень Мондо, который мы здесь видим, а вот уровень Outrages так пока и не прошла. Я еще и простыть умудрилась, это вы тоже стопудово услышите, но уже ничему не удивляемся. Что же случилось? Серия была записана, там хронометраж был довольно-таки большой. Но, что самое интересное, вот этот первый уровень, уровень Груви, я прошла буквально минут за пять. То есть это была такая передышка, такой глоток свежего воздуха по сравнению со всем остальным, что повстречалось на моем пути. Уровень Мондо прошелся немножечко тяжелее, но я тоже бы не сказала, что он сильно сложный. А вот на последнем я застряла и очень-очень долго не могла его пройти. Знаете, во всем, конечно, можно найти свои плюсы. Плюсы. Возможно, плюсы сегодняшней серии заключаются в том, что я все-таки могу совсем закончить этот бонусный мир или хотя бы пройти уровень номер семь. А минус, самый главный, в том, что мне придется проходить эти уровни заново, так как на запись это все не попало. Ну, точнее, игра-то записалась, но все мои комментарии, все мои впечатления, все улетело нахрен в тартарары. Поэтому начинаем заново. У меня здесь... Ага, кстати, не начинаем мы заново, потому что здесь... А, здесь пряталась жизнь, ничего особо такого важного. Короче, видите, вот здесь можно было взять Ёши, можно покормить его яблоками, если вам очень хочется. Здесь появляются огромные желтые кактусы, которые, мне кажется, мы видели с вами где-то в самом-самом начале. Тихо, не теряйся, пожалуйста. Но в целом этот уровень, это просто... Просто рай. Проходится очень и очень легко. Оставили одну бушку, такие и пошли. Здесь надо остерегаться вот этих злобных цветочков, которые могут прятаться. Так, а неуязвимость мне можно? Можно, спасибо. Ну ладно, Ёши. Ладно, Ёши от нас улетел. Что уж тут поделаешь. Главное нам самим сейчас успешно куда-нибудь добежать. Да вы гоните, что ли? Так, насколько я помню, да, в трубу было нельзя. Но это уже выход. Это уже выход, но... Но здесь ригбисты. Да, те самые, которых я так не люблю. В общем, жизни у меня дохренища. Поэтому загружаться сейчас с какого-то специфического момента я не буду. Так, подождите. Мне нужна же была черепашка. Мне нужен был панцир ее, точнее. Для того, чтобы выбить себе Ёши. Иначе ты тут его никак не достанешь. Но хоть этого дракона не нужно подкармливать, чтобы он вырос. Он уже сразу... Большой! Иди сюда, пожалуйста. В попу всех черепашек. Они тут еще всех разновидностей ходят. Так. Раз, два, три. И, в принципе, их можно перепрыгивать. Но... А, кстати, я вспомнила, что я не сделала. У меня кнопка ускорения. Дай перышко хотя бы подхватим. У меня кнопка ускорения. Получается, на ту же кнопку настроена, что и... Что кнопка высовывания языка у Ёши. И в седьмом уровне это было мне, честно говоря, очень неудобно. Потому что там нужно было, чтобы Ёши взял с собой трамплин и донес его. До конца уровня. Не до конца, точнее, а ближе к концу уровня. Там нужно было это сделать. И у меня никак это не получалось. Вот просто. И я же хотела эти кнопки перенастроить и совсем про это забыла. Но у меня сейчас на работе такая сложная пора. Конец учебного года. Мы буквально просто все погрязли в отчетах и в аттестациях. Поэтому, ребят, понять, простить. А вот Марио я не пойму и не прощу. Я вам отвечаю. Я просто на изи прошла. Если сейчас я тут буду полчаса сидеть, то я просто... Ты не сбила! Ах ты тварь! Так. Я очень не хочу просидеть на этом уровне еще сколько-то времени. Я тут, по-моему, даже не сохранялась. Напоминаю, чекпоинтов по-прежнему нет. Вообще здесь можно было сделать вот так и сбить этой черепашкой всех остальных. Но намного же проще. О, звездочку подхватили. Вот это мне нравится. Это за 10 сбитых врагов подряд, как я понимаю, нам дают еще и дополнительную жизнью. О-о-о! Ого! 25! 25! И вы хотите сказать, что я опять сдохла? Ну, там место, блин, там место реально сложное. Там цветочек этот еще дурацкий. Ладно. Давайте тогда так. Я сейчас возьму Ёши. Я где-нибудь сохранюсь в безопасном месте. Потому что сначала начинать опять каждый раз. Мне, честно, не хочется. Какой интересный кадр на паузе поймала. Три жизни, господи, боже мой. Что-то это прям... Это слишком прям дофига. О, кстати, цветок тоже можно было съесть все это время. Аригмиста можно съесть? По-моему, нельзя. Ладно. Тут... Ты... Ты сдох? Конечно, блин, я сдохну. Ведь я мелкий. У меня никаких улучшалок даже нету. Так. Да идите вы к черту! Я набрала 50 бонусных очков. Это когда такое было? Вот это да! Бонусы! А что надо делать? А надо выбить, получается, три одинаковых? Пока они все не остановятся? А, или надо было выбить, чтобы на всех была, например, звезда. Тогда бы мне дали какой-нибудь супер-супер-мега бонус. Кстати, вот такого еще не было. Я реально такого не помню. Но, тем не менее, вы только что увидели прохождение данного уровня. Мы сейвимся, конечно же. Потому что теперь за нас это никто уже не сделает. И переходим в следующий уровень. Если тот уровень был похож на какие-то первые уровни в земле динозавров там, и, по-моему, такие белые скалы были даже на шоколадном острове где-то, виднелись, то здесь вы просто посмотрите, какая добавилась вода. И вот здесь, ребята, нас ждет просто полный трэш. Потому что, по-хорошему, вначале мне бы фаербольчик хоть взять или что-то еще. Где-то там по пути мне попадется грибок. Но его надо будет удерживать очень-очень осторожно. Мелким здесь нереально сложно. Рыбы бьются в припадке, потому что... Короче, видите что, я сейчас точно за фаерболом пойду. Итак, я готова плыть. Вода здесь то поднимается, то опускается. То есть бывают такие бешеные, прям, не знаю, приливы и отливы. И здесь мы видим эту гадскую черепаху, которая сейчас меня... Сейчас она меня не задела. Спасибо ей за это большое. Вот. Но все равно здесь надо быть очень-очень аккуратным. И вот, смотрите, как вода поднимается. И она тебя еще и уносит течением. То есть течение уносит влево. И рыбы, если вода начинает подниматься, естественно, они начинают плохо себя чувствовать. Здесь есть перышко, но как бы к чему мне оно, я не знаю. Слушайте, да, я что, мастерски научилась уворачиваться от молотков, топоров и всего прочего, что он кидает? В трубу нельзя. Я не помню, в какие трубы здесь можно залезать, в какие нет, поэтому проверяю на всякий пожарный случай. Где-то здесь посерединке, я помню, сейвилось, потому что дальше был... А, в эту трубу можно. Точно, здесь было одно бонусное место, где просто можно побегать по облачкам и понабирать монеток. Только что в воде, главное, плавали какие-то облака внезапно. Вот. Где-то здесь, ближе к концу, надо будет засейвиться, потому что там тоже будет летать эта гадская черепаха. И с ней будет, мне кажется, даже вот здесь можно сохраниться. Уровень не очень большой и абсолютно непонятно, кстати, почему он так называется. У меня ассоциация с луной, потому что типа мун, но здесь всего одна буква О. Кстати, здесь же тоже, здесь тоже что-то было, это был фаербольчик. Не, у меня уже есть один, если только ради дополнительного этого взять. Вот, видите что? Козлина кидается. Ну, можно сделать вот так. Фух. Ну, хоть и этот уровень я прошла намного легче, чем в прошлый раз. В прошлый раз я сидела на груве уровне совсем недолго. На этом дольше. А в этот раз все наоборот. Ну, значит, я прокачалась. Слава богу. Нам предложили сохраниться еще раз, но, в принципе, это было уже не особо нужно. Теперь мы с чистой совестью можем вступить на седьмой уровень. Но, я опять же мелкий, да? Это плохо. Это очень плохо, потому что начало там жесткое. Вообще, я думаю, что сейчас придется мне все-таки сползать за Йоши. Мне реально здесь нужен Йоши. Все, мы готовы. Можем приступать. Сейчас, в общем-то, сами все увидите, что из себя этот уровень представляет. По-моему, гусениц можно есть. Что-то я опять подзабыла. Короче, здесь вот такие вот огоньки нам попадаются на пути, которые, блядь, смогут прятаться за деревьями, что их не видно. Нет, мне сейчас не нужен фаерболл. Так, вот, по идее, этот трамплин-то мне и нужен, скорее всего. Вот, мы его... Блин, зараза, мы его туда выкинули. А давайте попробуем... А нет, он же мне и дальше понадобится. И здесь, несмотря на просто убойное количество жизни, мне придется загружаться, потому что мне нужен Йоши. А в самом уровне его не достать нигде. Вообще, на мой взгляд, это какой-то идиотизм. Почему не добавили сюда перо? Оно как раз-таки более логичным бонусом бы было, нежели этот фаерболл, которым непонятно, в кого я должна... Вот как сейчас, в кого я должна стрелять? В огонечки? В этих гусениц, которые не сбиваются ни хрена? Или, может быть, в пули вот эти я должна стрелять? Это же бред. Так, взяли. Тихо, Йоши, тихо. Дело в том, что пропадают, пропадают у него эти трамплины. Он может пропасть. Твою мать! Понимаете, да? Этот уровень я просто возненавидела. Он для меня стоит в одном ряду с шоколадным секретом и с уровнем с этого седьмого мира оригинального из лабиринта. С этими сраными кротами. Очень неприятная хреновина, на которой я в прошлый раз больше, чем полсерии просидела. И сейчас, походу, меня ждет то же самое. Так, вот смотрите. Один огонек, потом вроде как второй. И один еще есть, который, я так понимаю, прячется вот за деревом. Его не видно. Но здесь хотя бы можно пролететь. То есть останавливаться здесь на самом деле опасно. Видите, что делается, потому что... Ёши, вернись! Зараза! И здесь еще огоньки! То есть я не знаю, каким образом можно вообще этот трамплин пронести. Я пошла в настройки эмулятора, короче, смотреть, какие кнопки я там для чего настраивала. Прикиньте, у меня эмулятор вообще выключился, оказывается. Я смотрю, он завис. Думаю, окей, ему, видимо, нужно принять новые настройки. А он вообще вырубился. Пришлось заново включать. Ну, ладно. Значит, ускорение теперь у меня на другую кнопку, которая тоже... А Ёши все равно высовывает язык на эту кнопку. А-а-а, блин. А смысл мне тогда было перенастраивать? Угу. Смысл был в том, чтобы включилось сраное залипание клавиш. Господи, я так этот уровень хочу пройти, вы себе просто не представляете. Я тут еще зарплату жду, и так вся на нервах. Вообще, по идее, можно же где-то разогнаться, попробовать да пролететь. Вот что я изначально-то хотела. Может, мы так и сделаем? Угу. А дальше? А, ну, хорошо, допустим, допустим, здесь так можно было. А дальше? А дальше остается только стоять и смотреть. Понимаете, я просто хочу ругаться на то, что разрабы сюда впихнули фаербол, но не додумались перышко, блин, положить вместо фаербола. Вот реально, ну в кого тут стрелять? Опа! Опа! Подождите, так это все было рассчитано. Но, видите, вот она труба. По идее, мне здесь никак вообще. Я пробовала по ней даже пробежать. Я думала, Марио ножками сейчас такой пробежит. Но не получится этого. То есть трамплин мне все равно нужен. А за трамплином надо идти назад. И как это, блин, сделать? Давайте я попробую сохраниться вот здесь. Ну и будем пытаться. На второй слот я сохранилась на всякий случай. А вдруг не получится? Блин, я перепутала кнопки. Давай хоть этот, хоть грибок возьми. Там огонечки! Факин щит. И что, и они теперь от меня не выйдут? А, ушли. Но! Мне же все равно вот здесь надо прыгать. Йоша такой в это время просто стоял, да? Нет, мне все-таки нужно перышко. Так. Стоп! 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 А вот теперь... Ага. Это... Вот зачем я перестраивала? Так, тихо. Йоши, выплюнь. Блин! Выплюнь трамплин! Трамплин! Самое, знаете, че обидное? Что не заканчивается ничего. На этих-то уровнях. Так. Есть. Подожди. Трамплин. Все. Похеру. Похеру. Похеру! Похеру! Бери трамплин! Быстрее! Фу! Сохраняюсь! Я не верю, что это произошло. Теперь! Я даже... Блин, я даже с грибочком. Я даже высокого роста, чтобы вы понимали. Все. Мне пофигу на всех этих черепах дурацких. Дальше я-то уже пройду. Здесь... А, нет. Здесь, по-моему, тоже в трубу нельзя. Здесь будут рыбы, которые вообще непонятно откуда взялись. И здесь будет еще один Йоши. Только в виде жизни. Ай! Тихо! Все. Думала, сейчас сдохну. Что ж ты делаешь? Разве можно так меня пугать? Где выход? Где выход? Божечки, боже мой. Можно я спокойно долечу до конца? Пожалуйста. Это еще не все. А-а-а! Я помню. Вот тут еще место дебильное. Я до него доходила и дохла. Ничего. Сейчас все должно стать гораздо легче. Потому что трамплин есть. Все нормально будет. Сказала я. А можно мне какой-нибудь грибок вместо жизни еще одной, которая мне нахрен не сдалась? Блин, страшно тут так-то. Э, а ты вообще где? Собираешься до меня долетать, нет? Так, давайте вот тут вот мы тогда сохранимся. Я опять же пока запасной делаю сейв на второй слот. Так. Угу, на этих гусеницах, кстати, можно подпрыгивать, если дважды. А, вы! Выход. Это что за нахрен за выход? Мы с вами в Lost Level сыграем, что ли? Ну, была не была. Тут вроде не так-то и сложно это все проходится. Сейчас там цветочек опустится. И мы подпрыгнем. О, тут даже можно разогнаться. Знаете, фраза вспомнилась. Одна из этих, типа, тупых цитаток. Очень больно там смотреть на губы, которые не можешь поцеловать. Очень больно смотреть на выход, когда ты не можешь до него дойти. Он вообще бы не спрыгнул. Что это за наклонности, Марио? Ой, мрак и ужас. Как я не люблю вот это вот. Когда по 100 раз одно и то же проходишь, тихо. Так, здесь не торопимся. Прикиньте, в чем юмор ситуации? Я всех сбила, и при этом убили еще и меня. Сейчас возле выхода сохранюсь. У меня и времени-то не так много остается. Причем. Да это нереально. Так как идеально надо уворачиваться от них. От всех. Я это не пройду. А пройти-то надо. Это будет надолго. Может тут стоять? Я не знаю. А он даже туда добрасывает их. Ах ты же гадина ты. Мерзкая. Так, возникла мысля. У меня тут первый слот остался, где Марио большого роста. Надо как-то постараться сохранить этот большой рост. Ай-яй-яй-яй. Понятно, что это будет сложно. И может быть невозможно. Тихо. Знаешь, очень сложно. Но еще возможно... А, здесь вот была харда. Здесь надо каким-то образом пропрыгать мимо этих рыб. Короче, не получится у меня. Не получится у меня здесь. Явно не получится. Даже пытаться не стоило. Там в любом случае заденут. Поэтому хорошо, хоть дальше можно добежать, пробежать. И здесь как-то легко относительно. Хотя и бомбы вылетают. Нет, попробую я все-таки еще раз с этого места. Ну, это же уже выход, но... Осложняется только дело тем, что и слева бомба, и справа бомба. И гусеница. Неубиваемая, сука, гусеница. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Так хорошо сейчас все было. Да что ты падаешь, дурак? Я не знаю, каким-то чудом здесь, наверное, можно пройти. Иначе... А почему пули перестали вылетать, как только я сбила черепаху? Я хотела подпрыгнуть на эту высокую хреновину, чтобы с нее забраться на летающую платформу. Нет, он сигает вниз. Блядь, я же почти прошла. Прыгай! Прыгай! Ненавижу этот уровень. Какой же он был гадский! Боже, господи! Мы дошли до восьмого. Поздравьте меня, это хотя бы в рамках одной серии будет. Пиздец! Я не могу это прокомментировать по-другому. Это просто пиздец. Так, обязательно сохраняемся. Все, последний уровень. Я надеюсь, что это последний. И я, честно говоря, даже без понятия, что там может открыться вообще после этих уровней. Что еще мы можем здесь увидеть? Тем не менее, он называется Фанки. Фанк я люблю. Но это харда. Мы поняли. Мы поняли и приняли. Но у меня 32 жизни, уже 31 поправочка. Практически как мой возраст. Это ж надо. Короче, мы пока все это изучаем. Не жалко будет эти жизни слить, потому что сейф у меня есть. Значит, бежим сразу. Бежим мы нафиг. Так, здесь тоже есть яблоки. Кстати, зеленых я, по-моему, еще ни разу не видела. Ой. Мать моя женщина. На, кстати. Ой, здесь, наверное, наверх можно кинуть его. Можно, только я не умею. Я так и не научилась этого делать. Поэтому я ничего оттуда не достану, что бы это ни было. Черепашечка, а ты не хочешь мне помочь? Нет, черепашечка мне не захотела помогать. Я хотела сбить эту скотину. Топающую. Но можно, в принципе, сделать это и самой. Без всяких черепашек. И это, кстати, ночной уровень. Он очень похож на уровень 6.1 в Киткуле. Вот когда ты доходишь туда уже глубокой ночью. Там прям такой же... Такой же цвет. Не пуляй в меня панцирем, слышь ты. Почему она не сбивается? Это что за черепахи такие? Сильно умные. Черепашки-футболистки из этого четвертого уровня передают привет. Так. Здесь можно пробежать. Здесь, в принципе, тоже только так. Можно пробежать нормально. А вот здесь нужно очень осторожно скакать на этих самых черепашек. Иди сюда. Буду пробовать еще раз. А, нет. Не буду пробовать. Или буду? Так. Ага. Тогда просто пойдем дальше. Сейвиться пока не буду. Твою ж мать! О, хоть грибочек взяли. Слава богу. Ха-ха-ха. Они улетели вниз. А здесь как? Подожди. Здесь на разгоне, что ли? А как тут прыгать? А, вот так. А как попасть вниз? Йо-о-о! Здесь это... А-а-а-а... Как? Здесь надо быть большим... И у меня времени нет! Что? Простите? А я даже на таймер вначале не посмотрела. А сколько там времени? Всего 200 секунд. Трэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ пролететь видимо да а может быть там наверху как раз она и есть они там ешь и а как вы мне предлагаете его достать чувству барухнули что ли его же его же никак не сбить да как его можно сбить оттуда по-моему никак если только долететь куда ж ты на огонь придурочный слушайте я пошла за перышком раз такие дела творятся но решила я до кучи взять еще с собой ешь и раз уж нам его тут и так дают у я чё это было замечательно ладно фиг бы с ним съешь и главное что у меня есть черепашка чуть не надо а ее еще и сбить нельзя таким макаром ой так постараемся перышко сохранить где можно разогнаться чтобы подлететь здесь как-то странно кнопка что дает кнопку пол кажется я поняла кнопка может как раз вот те желтые блоки мне открыть как хорошо что я это проверила может быть тогда перышко не обязательно давайте пока продолжим попробую я без юши начать потому что какой-то треш ничего бывают в жизни огорчения я кстати трубу нет по моему я проверяла а вот так вот здесь можно было все-таки марио то игра где можно разгоняться так друзья короче смотрите лайфхак мы сейчас с вами бежим и вот так вот сюда пробегаем круто можно вас сбить пожалуйста спасибо так теперь мы идем сюда это первая была да вот она кнопочка сейчас мы ее и проверим и я совсем забыла что они здесь есть они ж никак не убиваются наверное надо было кнопку все-таки пронести подальше пробуем еще раз жизни и куча вообще почему ты сейчас не подпрыгнул наверное кнопка знаете что делает вот там же наверху были блоки может быть это с ними связано а это просто монетки и все и все и а нахер она нам тогда тут еще нужно почему боже ж ты мой не получается что мне надо сюда все равно с перышком потому что как еще потому что по-другому то никак туда-то вниз надо как-то попасть извините меня а как-то туда вниз попадешь а подождите вот я тупая вот я тупая совсем забыла что он так делает так ну все у меня осталось да у меня осталось не так много времени и чё здесь уже финал спасибо обожаю рыкбистов короче здесь самом начале все все легко все легко главное вот здесь вот прыгнуть и дальше пройти спокойно сбить эту гадину это вообще легко на самом-то деле вот тут взять грибочек надо кнопку вообще можно получается не трогать типа нахер она нужна вот взять гриб давайте вот тут я засейвлюсь я сейчас словила приступ дичайшие панической атаки потому что я пыталась отжать паузу у меня не получалось эмулятор меня вообще не слушал я думала это все я думала это просто все так бежим дальше это это что было и все вы хотите сказать у меня еще фаербол был который я просрала благополучно а здесь монетки и больше ничего интересного так а дальше что что какой-то сильно этот спокойный уровень по сравнению со всеми что были остальные не стой ты тут пожалуйста я их помню они летали на плащиках в каком-то из миров у сначала боже мой мне капс да блин на да что ты делаешь а блин надо же еще как можно быстрее этот уровень пройти потому что потому что время а как его тут про и пройдешь быстрее когда тут опасно странный конечно регист какой-то так смотрел тихо спокойно так здесь была просто черепашка нафиг он здесь был нужен непонятно может в трубу можно нет трубу нельзя так в трубу нельзя ай боже мой тихо 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 ай фаербол пропустила не взяла грибочек пожалуйста опять эти черепахи мне не важно что там пожалуйста пустите меня к выходу можно я просто уйду а ю ар э супер плеер а я ма супер плеер о май гад что я открыла я открыла еще какой-то старроуд ребят я вообще не верила что я это пройду с учетом ужасно сложных первых уровней вот я здесь что же там дальше нас ожидает где мы окажемся так вот где настоящий то дом ёши находится или подожди это все это все очень похоже на первый уровень даже музыка та же самая просто все выглядит как будто бы слегка по-другому но вы заметили это тот самый уровень то не уровень тот самый мир и есть это все то же самое а чё оно такое розовое же в смысле почему и все замки но как будто бы повержен во прикол а что это означает это уровни должны как-то немножечко поменяться или что а если мы попробуем отсюда на старроуд снова выйти то что получится почему такая странная окраска смотрите она выглядит по-другому реально то есть как будто бы слегка перекрасили а давайте заценим что тогда вот здесь находится а ну это те же самые уровни просто просто нам слегка чуть-чуть я так поняла украсили игру остановиться остановиться он уже не может когда он это делать но это тот же самый уровень 1 который мы с вами уже видели здесь можно кстати таки перемещаться вот направо налево за какими-то бонусами прошлый раз у меня почему-то не получилось вот можно за перышком слазить вот ну как бы еще и смысл тогда в этом то есть получается что дать ка я вернусь туда на прежнее сохранение то есть это просто наш мир тот же самый хотя хотя подожди а я разве здесь было или это все или это все время было здесь я просто не видела вот же он домик ешь и типа короче марио пришел к нему домой а ёши говорит извините но дома меня нет потому что я должен спасти своих друзей которых схватил баузер блин я не знаю а если а если пройти эти уровни типа еще раз там и дойти до баузера может быть тут еще какие-нибудь бонусы откроются нет ну по сути ничего нового здесь уже не должно быть то есть вот он первый уровень до самый самый первый с которого мы начинали и даже самая большая пуля меня сбивает значит получается что карта просто меняет свою окраску так это точно так знаете ка я еще раз пробегусь не все уровни конечно остались пройденными у меня там еще баттер бридж непройденный соуда лейк там где пиратские бомбы всякие выпадали что ну неужели здесь просто все перекрасилась это прям это прям интересно но внутри уровни выглядят обычно ничего такого особенного знаете чё а давайте мы попробуем баузеру сгонять сейчас вот прям прогуляемся сейчас вместе с вами по всей этой карте вспомним все что мы здесь проходили можно а нет через трубу мы должны были пробраться в ванила секрет значит нам туда не надо так ну вот оно собственно у нас там наверху этот мост и вот оно суда лейк просто поменялась окраска то есть раньше все было зеленое сейчас все это почему-то оранжевое смотрится смотрится честно говоря слегка устрашающе вот то есть в чем прикол просто можно пройти этот особый мир и теперь вся карта будет изображена именно так так ну и теперь нам осталось осталось попасть вот сюда здесь все как обычно кстати вот мне кажется вот кажется конкретно седьмой мир то и не поменялся он выглядит более менее так же если сюда дойти ну в общем вот мы с вами посмотрели на бонусные уровни которые были представлены в этой игре как особый звездный путь особая звездная дорога вот так вот у нас с вами здесь все теперь красиво выглядит и если мы любители острых ощущений мы можем с вами пройти все эти уровни еще раз либо же вернуться назад ну вот теперь я точно могу сказать с уверенностью что Марио мной пройден да парочка уровней осталось от нас закрытыми но я полагаю что они правда не особо-то влияют на ход игры не на сюжет не на что-то такое остальное то есть это прям дополнительное дополнительное что можно пройти по желанию и также еще в седьмом доме с привидениями в седьмом мире там остались не раскрытыми кое-какие секреты но туда я уже возвращаться не буду впереди нас с вами ждет увлекательное путешествие в уже саму страну динозавров потому что я очень хочу заценить вторую часть и перед этим мы обязательно посмотрим на этакий перевертыш как принцесса Пич спасала Марио и Луиджи я видела скрины этого хака выглядит он не то чтобы очень презентабельно конечно но мне интересно заценить саму игровую механику сильно ли она вообще поменялась по сравнению вот с этим Марио и вообще посмотреть насколько она играбельна вот такое вот слово думаю что можно будет сделать одну пробную серию этакий забег и уже посмотреть как оно и вам зайдет не зайдет ну конечно я и на свои ощущения буду опираться вот Айоши Айленд это в приоритете так что еще раз говорю вам большое спасибо путешествие было классным путешествие было наполнено множеством тайн множеством просто самых разных секреток мы сполна как в принципе Абишай написал раскрыли эту игру посмотрели на разные ее механики увидели разнообразие всех этих уровней вообще здесь конечно геймдизайнеры выложились ну и в принципе разработчики выложились просто на ура и все здесь красиво и Марио обладает разными способностями и уровни секретные понапиханы просто по всему этому острову карта реально большая пойди-ка тут поизучай все мне кажется Super Mario World в принципе можно назвать одной из лучших игр про Марио вот просто одна из лучших игр ever даже да тут я думаю по любому круче оригинала и по графике и по всем остальным штукам понятно что не сравнить с Lost Levels но то как говорится непревзойденный оригинал и еще я ведь еще не прошла вторую часть Марио ну которая получается не японская а которая была как бы официально второй частью Марио там я всегда играла за принцессу Пич но почему-то не могла пройти дальше первого мира я уже где-то об этом рассказывала не знаю может быть мне все-таки стоит взять себя в руки и с помощью эмуляторов и сейвов такие ее пройти хотя бы закрыть вот этот вот детский гештальт надо будет об этом подумать ну а пока что ухожу я отдыхать от всех этих платформеров потому что они меня порядком доконали еще раз огромное всем спасибо и до новых встреч